Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на нож производства компании All Knife, который был предоставлен для обзора в новосибирском магазине ножи клинок. И будет это нож, который называется North S. Ну, как традиционно, то есть это маленькая версия такого северного ножа от компании All Knife. Традиционные для компании All Knife кожаные ножны, то есть когда ножны кожаные, они у них такие, двойной подвес, отсутствие люверса, такая особенность, и фирменная сова. Ножны просто с жимного действия, ничего там внутри дополнительно нож не удерживает. Ножи обычно вставляются достаточно глубоко, то есть хочется думать, что они оттуда вряд ли могут выпадать. Вот этот конкретный нож, ну, как бы, скажем так, если вставить чуть поглубже, никаких звуков не издает. Но, тем не менее, там есть какой-то определенный ход, все-таки у клинка где-то в этой части. Ну, это такой просто маленький нюанс. Давайте на сам нож посмотрим. Микарта на рукояти. Очень мне нравится, что даже на конструкциях Full Tank есть отдельные ножи у компании All Knife, в которых Микарты, они забирают полностью железо. То есть в некоторых ножах это не так. Вот, допустим, сейчас лежит нож Китупа С. Вот видите, у него это сделано таким вот образом, но G10 на рукояти. Когда делается Микарта, то ребята вот так вот полностью закрывают накладками сталь самого ножа. Здорово и очень приятно. Ну, такая вариация на тему северной геометрии ножей, да, будем так говорить, на тему финских ножей, там, шведских, так и чего-то еще подобного, насколько я понимаю, здесь сделано. В общем, конечно, геометрия-то здесь несколько переиграна, но, насколько я понимаю, тут сохранены усиленные стороны. Сталь К340, фирменная сова, такой вот обух, как видите, здесь такой фальш-лезвие сделано достаточно заметно, вот, ну и такая финские спутки, да, северные такие интересные. Вот. Режет нож совершенно замечательно, то есть посмотрите, какая заточка у ножа из коробки. Ну, блин, вот здесь, конечно, ребята, сделали, на данном конкретном ноже, мне так лично кажется, что здесь сделано почти то же самое, что было на лимитке из стали Vanadis 10, который первый нож компании All Knife, который был у меня на канале. В общем, как бы откровенно скажу, здоровская штука, я сам вообще не особый фанат вот таких финских ножей, совсем без упоров, да, то есть, ну, как бы, кто видели, какими ножами Мора, например, я пользуюсь шведскими, как бы те примерно понимают, о чем я говорю, но, тем не менее, хочу сказать такую штуку, что хорошая, интересная такая вариация на тему этнического северного ножа. Достаточно хорошо сидит в руке, очень приятный баланс. Сейчас попытаюсь поймать, он примерно, ну, вот он почти практически на подпальцевой лимитке находится, то есть, вот так вот нужно нож как раз, вот так вот, если его держать, то, действительно, вы находитесь в балансе. Действительно, очень удобно, вот эти вот такие капельки под пальцы сделаны для диагонального хвата, то есть, особенно в каких-то кухонных работах, ну, пальцы просто сами сюда ложатся, вообще, действительно, классно. Вот, в общем, такая очень действительно интересная и своеобразная вариация на тему северных ножей. Хорошо заточенная, сделанная из достаточно интересной стали и вообще с достаточно высоким уровнем качества, как лично мне кажется. очень понравилось честно скажу что рядом с ней подержал в руках какие-то прямо такие финские финки забыл к сожалению как какого конкретно производителя и вот этот нож на меня даже какое-то большее впечатление произвел просто потому что наверное он не такой классический сделан из более что ли простой в уходе нержавеющей стали к 340 вот такие остались у меня впечатления ножа с надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока